Ключ к управлению судьбой в ваших руках Каждый человек рождается на свет с одним главным уроком Второстепенных может быть несколько, а вот главный один Неужели всего один? Да, это так Но от того, как мы справляемся с этим уроком, зависит наша судьба Если справляемся плохо, то не решаются и другие важные для нас задачи Мы как будто все время спотыкаемся о какое-то препятствие Не удается то, что задумано Мы задаемся вопросами Почему другим везет больше? Почему я так стараюсь, а ничего не получается? Если вы слушаете эту аудиокнигу, вы готовы узнать ответ Жизнь изменится, задачи начнут решаться И ваша судьба найдет свое благоприятное русло Как только вы определите, в чем состоит ваш главный урок Начнете решать связанные с ним задачи Эта аудиокнига расскажет вам об 11 основных жизненных уроках Вы найдете среди них тот, который актуален для вас А также сориентируетесь в том, какие еще уроки вы проходите, кроме главного Уже в качестве второстепенных Найти и начать проходить свои уроки Это значит получить в свои руки ключ от управления судьбой Без преувеличения можно сказать Знание своего главного урока – это самая важная информация, которую вы можете получить в своей жизни Сложность заключается в том, что этот урок до поры до времени остается скрытым для нас Мы рождаемся, приходим в мир с этим уроком И он начинает проявлять себя уже в детские годы Так рядом с нами обязательно появляются катализаторы В их роли обычно выступают родители, воспитатели, родственники, другие близкие люди Их задача – активировать урок Они вынуждают нас встречаться с трудностями Хотя в детские годы мы еще не в состоянии понять и осмыслить, что с нами происходит и что это значит И нам пока еще не даются инструменты для отработки урока В юности урок начинает проявлять себя все более явно Что уже должно заставить нас задуматься о происходящем В зрелые годы он разворачивается в полной мере Проявляется это обычно в виде разного рода неудач и препятствий на пути к счастью, успеху, благополучию И очень важно, чтобы мы рано или поздно задали себе вопрос Что все это значит и что я могу с этим сделать К сожалению, множество людей так никогда и не задают себе этого вопроса Они сетуют на судьбу, чувствуют себя жертвами и не подозревают, что ключ к решению в них самих Вопросы, на которые есть ответы Вы наверняка задаете себе такие или подобные вопросы Почему в моей жизни все складывается так, а не иначе? Почему кому-то везет больше, хотя я очень стараюсь делать все как надо? Почему я все время сталкиваюсь с одними и теми же проблемами? Почему на моем пути то и дело встречаются препятствия? Почему не получается устроить все так, как я хочу? Ответы на эти вопросы существуют Но есть одно важное условие Вы узнаете их только в том случае, если собираетесь применять полученные знания на практике Иными словами, если вы в самом деле хотите изменить что-то в своей жизни Иначе ответы будут бесполезны Множество людей задают подобные вопросы только для того, чтобы лишний раз посетовать на судьбу и пожалеть себя В таком случае эти вопросы носят чисто риторический характер То есть не требуют ответа Само собой, они и не получают ответов Эта аудиокнига поможет тем, кто в самом деле ищет ответы А не просто делает вид, что их ищет Конечно же, вы можете прослушать книгу просто для ознакомления Если, к примеру, пока не готовы применять полученные знания на практике В таком случае и для вас обязательно придет время перемен к лучшему Но только от вас зависит, сколько именно придется ждать Вы можете прослушать и забыть И это будет ваш выбор Но вы можете, прослушав, начать обдумывать прослушанное И вполне вероятно, получите в итоге другой вариант судьбы Потому что свою судьбу создаете и меняете вы сами И иногда для этого достаточно просто изменить мысли Приготовьтесь, в этой аудиокниге вы найдете информацию Которая была очень долго скрыта от человечества Люди блуждали в потемках, спотыкались об одни и те же кочки Оказывались в одних и тех же тупиках Пытались на ощупь выбраться Терпели неудачу за неудачей Отчаивались и взывали к Богу в поисках ответов Что-то им удавалось узнать Единицам даже удавалось выбираться из тупиков И выходить на путь Но картину в целом не видел никто Какие-то части головоломки Словно кто-то высвечивал лучом фонарика Кому-то удавалось краем глаза увидеть часть дороги На несколько шагов вперед Но все же дорога, по большей части, скрывалась во тьме И никто в полной мере не знал ее цели и смысла И не видел средства, которое помогло бы обойти кочки и выйти из тупиков И вот теперь пришло время, когда мы можем наконец увидеть цель и смысл пути Нам больше не нужно блуждать в потемках Человечество может получить полную картину мира Она открыта всем людям без исключения Увидеть ее или не увидеть каждый решает сам Для кого-то привычнее блуждать в потемках А кто-то уже не может жить без света Если вы слушаете эту аудиокнигу Значит и вы среди тех, кто ищет свет во тьме А может даже уже вполне явственно видит его Это значит, вам пора узнать, что же такое ваша жизнь И почему в ней все так, а не иначе Вы готовы получить это знание, потому что вы просили о нем Даже если вы не обращались к Богу с вопросами Или вам кажется, что не обращались Их задавала ваша душа Это основы знания, которые дает нам Крайон Каждый человек, по сути, является бессмертным духовным существом Ангелом, частицей Бога Мы все вышли из нашего общего божественного дома Все люди – члены единой божественной семьи Время от времени мы воплощаемся на земле Помещая себя в биологическую оболочку, физическое тело Мы делаем это, чтобы в сложных условиях испытать И закалить энергию божественной любви Которую каждый из нас, без исключений, несет в самом себе Воплощаясь на земле Люди забывают о том, что они ангелы И что их суть – любовь Мы осознанно принимаем это забвение Чтобы усложнить себе задачу А также для чистоты эксперимента Эксперимент потеряет смысл, если заранее будет известно Как прийти к результату При этом мы испытатели, а не испытуемые Мы испытываем энергию, а не себя Но поскольку испытывать энергию мы можем только одним путем Пропуская ее через себя То, конечно же, являемся активными участниками эксперимента А не сторонними наблюдателями Жизнь на земле – это не только эксперимент, а еще и игра Созданная как для обучения, так и для удовольствия В божественном мире есть только свет, являющийся энергией любви Любовь – это не чувство, это созидательная энергия, лежащая в основе мира В земном мире искусственно создана игровая площадка Где кроме света есть и его противоположность, тьма Или энергии, противоположные любви, главная из которых – страх На игровой площадке ангелы играют роли людей, чтобы проявить свой свет в действии И получить наслаждение от этого Главная задача ангелов, играющих в людей Состоит в том, чтобы, во-первых, вспомнить, что они ангелы А во-вторых, усилить свет, который они несут И научиться с его помощью разгонять тьму Таким образом, они просветляют планету И создают здесь земной рай Привлекая на землю все больше божественных энергий Вселенная хранит наши истории Есть такая фраза, ставшая уже избитой, что прошлое не исчезает Но мало кто догадывается, что это вовсе не общие слова и не иносказания Прошлое в самом деле не исчезает Ведь о нем остаются записи в памяти Вселенной Словно на жестком диске гигантского компьютера Люди с давних пор догадывались, что существует некая книга жизни Или библиотека Вселенной, где хранятся истории каждого человека и всего человечества На это есть намеки или даже прямые указания В священных текстах всех народов Начиная с 19 века, это таинственное знание Вселенной Стало именоваться в философской и эзотерической литературе Хрониками Акаши Слово Акаша пришло к нам из глубокой древности Оно восходит к шумерской цивилизации Которая возникла не менее четырех тысячелетий назад На современный язык перевести это слово трудно Оно означает некую изначальную субстанцию Из которой возник мир То есть первичную энергию Постоянно развивающуюся и претерпевающую изменения Все люди, являясь частью этой энергии Вносят свой вклад в это развитие А потому хроники Акаши Не являются чем-то застывшим и неизменным Они меняются по мере того, как меняемся мы Конечно, никаких записей в прямом смысле слова не существует Эта информация хранится не в материальном виде И все же люди могут получить к ней доступ Можно сказать, что хроники Акаши Это память и разум Бога Каждый человек несет в себе божественное начало Являясь частицей Бога И каждая частица имеет доступ к целому Из которого мы все вышли Благодаря этому мы можем узнать Что записано в нашей книге жизни А хранится там ни много ни мало Вся история нашей души Не только в пределах одной жизни Но и на протяжении множества воплощений Для чего Вселенная хранит наши истории? Для нашего же блага Чтобы мы могли заглянуть туда и узнать Что нужно изменить, чтобы наше настоящее и будущее Стало лучше, чем прошлое Те уроки, которые мы выбираем на каждое воплощение Непосредственно вытекают из нашего прошлого Отраженного в хрониках Акаши Пользуясь этим знанием Мы можем переосмыслить свое прошлое Извлечь из него уроки Исправить прошлые ошибки Но вам совершенно не обязательно Уметь для этого читать хроники Акаши При желании вы сможете освоить это искусство Но данная аудиокнига Не ставит перед вами такой задачи Ведь есть более простой путь Вы сможете познакомиться С характерными признаками каждого урока И благодаря этому Выяснить, какой из них ваш Это будет сделать совсем нетрудно А теперь давайте разберемся Каким образом мы создаем уроки Записанные в наших хрониках Акаши Мы проходим множество воплощений И делаем это добровольно Нас никто не изгонял из рая Мы сами принимаем решение Проводить испытания энергий на земле Из воплощения в воплощение Мы учимся пропускать через себя Как можно больше света И можем отслеживать Какие именно препятствия Наиболее характерны для нас На пути этого света Что мешает нам нести на землю Как можно больше света и любви Конечно, наши собственные ошибки Ошибка Это когда мы становимся На сторону тьмы, а не света То есть вместо любви Начинаем испытывать страх И его проявление Враждебность, обиды, злость, раздражение Уныние и все прочие энергии Которые часто называют грехами Нас никто не наказывает За эти ошибки и грехи Но все наши отклонения от света и любви Запечатлеваются в хрониках Акаши И, конечно же, наши ошибки Отражаются на нашей судьбе Мы вправе испытывать Как светлые, так и темные энергии Для этого мы пришли на землю Но когда мы проецируем тьму То и получаем в ответ тьму Это не наказание Это последствия Так мы ухудшаем свою судьбу И обрекаем себя на то Чтобы в следующем воплощении Проходить еще более серьезные уроки А потому все ангелы В обличии людей Заинтересованы в том Чтобы нести в себе свет А не тьму Для этого нужно преодолевать Последствия ошибок Совершенных во множестве Прошлых воплощений У каждого человека Эти ошибки свои Потому что мы все разные Хоть и едины в Боге В связи с характером Наших преобладающих ошибок У каждого из нас Из воплощения в воплощение Формируется определенная Энергетическая конфигурация Она несет в себе Отпечатки привычных для нас Ошибочных шаблонов поведения Эти отпечатки мешают Свободному прохождению Божественного света А потому мы перед каждым Воплощением Ставим перед собой задачу Устранить их И исправить благодаря этому Свою энергетическую конфигурацию Так, чтобы мы могли Вмещать в себя Как можно больше света Как можно больше Божественной любви В соответствии с характером Вот этих искажающих Нашу суть Энергетических отпечатков Мы получаем Свои главные Жизненные уроки Мы будем называть Это словом Урок Хотя оно не совсем верное Потому что жизнь Это все же не школа А скорее Лаборатория Ведь по сути своей Мы совершенны И нам нечему учиться Но когда мы выходим Из Божественного дома Чтобы воплотиться На земле Мы утрачиваем Своё совершенство В столкновении С земными Тёмными энергиями Наша задача Восстановить его А для этого Мы должны сделать Свой свет Ещё ярче А теперь главное Когда мы делаем Свой свет ярче Мы становимся Счастливее И удачливее И это тоже Запечатлевается В хрониках Акаши Они меняются Когда меняемся мы Чтобы сделать Свой свет ярче Мы как раз И вынуждены Сталкиваться С разными трудностями Чтобы решать Связанные с ними Задачи И таким образом Проходить Свои уроки Костюм Несовершенства Для чего он нам? Главный урок Связанный С исправлением Искажений Энергетической Конфигурации Наработанный Нами В прошлых Воплощениях Дается нам На всю жизнь Иногда он Становится Камнем Преткновения На пути К счастью А иногда Шансом На новую Жизнь Возможность Сделать Свой Свет Ярче И улучшить Судьбу А теперь Интересный Вопрос Кто назначает Нам этот Самый Главный Урок? Ответ Еще интереснее Мы Назначаем Его Себе Сами Конечно Это делает Наш дух Тот Ангел Который Живет Внутри Нас Он Делает Это Перед Началом Каждого Воплощения Выбирает Главную Задачу На всю Жизнь Исходя Из Предыдущих Записей В хрониках Акаши Где Запечатлеваются Наши Слабые Места Подлежащие Тренировки И Отработки Дух Это Частица Бога Его Продолжение На земле Дух Наделен Великой Силой А потому Он Не Выбирает Легких Задач Ваш Главный Урок Труден Имейте Это Ввиду Но Если Вы Откажетесь Его Проходить Ваша Жизнь Станет Сто Крат Труднее Чем Могла Бы Быть Давайте Разберемся Почему Урок Труден Представьте Что Вы В прошлых Воплощениях Сформировали У себя Энергетическую Конфигурацию Которая Искажает Тот Божественный Свет Который Проходит Через Вас И который Вы Несете На землю В мир В свою Жизнь Эта Искаженная Конфигурация Все равно Что Очень Неудобный Костюм Он Мешает Вам Нормально Двигаться Стесняет Движения Лишает Комфорта Не дает Жить Полноценно И чувствовать Себя Счастливым И вы Не имеете Никакой Возможности Снять Этот Костюм Вы Должны Как-то Приспособиться К нему И все же Найти Возможность Чувствовать Себя Более Чтобы Чтобы Оболочка Этот Неудобный Костюм Уже Не смогла Помешать Вам Создавать Свою Жизнь И свое Счастье Так Как Вы Хотите Главный Жизненный Урок Который Мы Берем На себя Как раз И подобен Такому Неудобному Костюму Который Нельзя Снять Ваш Дух Совершенен По своей Сути Дух Чистится Бога И Представляет Собой Чистую Любовь Но Когда Мы Приходим На Землю Мы Одеваемся В Костюмы Несовершенства Энергетическая Конфигурация Отражающая Ваш Главный Урок Это И Есть Такой Костюм Несовершенства Ваша Задача Стать Сильнее Его Вы И так Сильнее Его Важно Принять Это Как Свою Истину Трудные Уроки Нужны Чтобы Мы Обратили Их Себе Во Благо Итак Есть Некая Неудобная Конструкция Которую Мы Обречены Нести В себе До Конца Жизни Но Это Вовсе Не Означает Что Мы Обречены Страдать Это Также Не Означает Что Наша Судьба Предопределена Не Забывайте Что Мы Сами Выбрали Это Испытание И Сделали Это Для Собственного Блага И У нас Есть Свобода Воли А Потому Мы Вправе Самостоятельно Решать Что Делать С Этим Уроком Как Себя Вести И Какие Решения Принимать И Именно От наших Решений От нашего Выбора Зависит Наша Судьба А вовсе Не От Исходной Энергетической Конфигурации Чтобы Было Понятнее Рассмотрим Конкретный Пример Представим Вот Прекрасная Душа Которая Пришла В земную Жизнь С Сроком Самоуважения Почему Она Добровольно Взяла На себя Этот Урок Потому Что В прошлых Воплощениях Человек В чьем Теле Была Эта Душа Относился К себе Недостаточно Хорошо Не ценил Свою Божественную Суть Из-за чего Чувствовал Себя Униженным Играл Роль Жертвы Позволял Плохо Относиться К себе Не имел Чувства Собственного Достоинства Все это Сформировало Энергетическую Конфигурацию Которая Затемняла Его Свет Не позволяло Ему Пропускать Через себя Божественную Энергию Созидательную Силу Способную Менять Мир Когда мы После окончания Воплощения Возвращаемся В Божественный Дом Это Искажающая Нашу суть Энергетическая Конфигурация Перестает Существовать В Божественном Доме На нашей Настоящей Родине Есть Только Свет И Любовь Там Нет Места Ничему Темному Негативному Там Мы Представляем Собой Чистую Любовь Казалось Бы В следующем Воплощении Можно Начать Все С чистого Листа Забыть О прошлом Но Так Не Получится Так Мы Ничему Не Научимся И Только Лишь Будем Повторять Все Те Ж Ошибки Душе Нужны Уроки Чтобы Не Повторять Прежних Ошибок Вот Почему В следующем Воплощении Душа Принимает Решение Надеть На себя Все Ту же Энергетическую Конструкцию Эта Конструкция Будет Мешать Но Душа Осознанно Идет На Это Ведь Именно Этот Дискомфорт И должен Подтолкнуть Человека К Поиску Решений Поскольку Конструкцию Нельзя Снять На протяжении Всей Жизни То Это Задача На Преодоление Подчас Она Требует Всех Наших Сил Мы Должны Казалось Бы Совершить Невозможное Вопреки Ограничивающей Нас Энергетической Конфигурации Все же Научиться Пропускать Через Себя Как Можно Больше Божественного Света А Это Можно Сделать Только При Одном Условии Вспомнить Что Мы Являемся Ангелами Продолжением Бога На Земле Открыть Свой Внутренний Свет Который Будет Светить Сквозь Любые Негативные Конструкции Потому Что Он Сильнее Чем Они Какие Бы Доспехи Из Негатива Не Были На Вас Надеты Вы Можете Открыть В себе Божественное Начало И Лишить Их Силы Они Не Исчезнут Но Перестанут Определять Ваше Поведение И Вашу Судьбу Управляющей И Руководящей Силой Станет Дух Бог Который Внутри Вас Главный Урок Задача На Всю Жизнь Главный Урок Это Задача На Всю Жизнь Это Словно Битва Которую Нужно Вести Каждый День Дело В том Что Искажающая Энергетическая Конструкция Это Не Просто Негативная Энергия Это Еще И Программа Которая Пытается Подчинить Себе Ваше Поведение Если Вы Не Уважали Себя В Прошлом Она Вновь И Вновь Будет Пытаться Ввергнуть Вас Никчемным Существом Не Имеющим Никакой Ценности Эта Программа Будет Всплывать Вновь И Вновь Как Бы Вы Не Пытались С Ней Бороться Где Выход Выход Как Раз Не В Том Чтобы Бороться Выход В Том Чтобы Научиться Чувствовать Себя И Вести Себя По Другому Вопреки Этой Заложенной В В Программе Найдя В себе Внутренний Божественный Свет Став Источником Божественной Любви Вы Научитесь Относиться К Себе Иначе И Никакая Врожденная Программа Не Помешает Вам В Возможно Разного Рода Манипуляторы И Те Кто Привык К Власти Над Другими По Прежнему Будут Чувствовать В Вас Потенциальную Жертву Ведь Программирующая Энергетическая Конфигурация Никуда Не Денется Но Вы Научитесь Реагировать Совершенно Не Так Как Они Ждут Это Все Равно Что Слабый С Виду Человек Вдруг Отвечает Обидчику Мощным Парализующим Ударом Когда Вместо Ожидаемой Покорности Обидчик Получает Отпор Это Для Него Шок Даже Тот У кого На лбу Написано Я Жертва Может Научиться Вести Себя Не Как Жертва Он Не Отменит Сидящую Внутри Программу Жертвы Но Лишит Ее Силы Потому Что Перестанет Использовать В Вашем Компьютере Наверняка Есть Программы Которыми Вы Не Пользуетесь Вы Сами Решаете Какими Программами Пользоваться А Какими Нет Точно Так же Можно Вести Себя И В Жизни Вы Не Обязаны Пользоваться Всеми Программами Которые Записаны В вашей Энергетической Конфигурации Вы Можете Выбрать Только То Что Работает На Вас Вы Можете Даже Сами Создать Для Себя Новые Программы И Тем Самом Наработать Новые Привычки В Поведении И Создать Другую Энергетическую Конструкцию Которая Поможет Вам Нести Больше Божественного Света В мир Озаряя Им И Свою Жизнь И Жизни Других Людей Когда Мы Отрабатываем Наши Уроки В Хрониках Акаши Меняются Записи Не Только О Нашем Настоящем Но И О Прошлом Если Ошибки Исправлены Память О Них Больше Не Хранится В Памяти Вселенной Это Значит Мы Больше Не Получим Отработанные И Ненужные Нам Энергетические Конструкции Прошлое Больше Не Будет Влиять На Нас В Итоге Мы Можем Фактически Получить Новую Судьбу Обусловленную Уже Не Ошибками А Позитивным Опытом По Накоплению Света И Укреплению Своего Духа Что Вы Найдете В Аудиокниге И Как По Ней Работать Почему Главы Здесь Не Пронумерованы В Этой Аудиокниге 11 Глав Каждая Из Которых Посвящена Одному Из 11 Основных Жизненных Уроков В Каждой Главе Вы Найдете Следующее Перечень Признаков По Которым Вы Можете Определить Насколько Актуален Для Вас Данный Урок Даже Если Вы Обнаружите У себя Лишь Несколько Из Названных Признаков Значит Урок Актуален Перечень Задач Которые Необходимо Решить В рамках Этого Урока Вдохновляющее Послание К района В котором Он Рассказывает О сути Вашего Урока Его Причинах А также Дает Трехфазовую Практическую Методику Проработки Урока По Совету К района Мы не стали Нумеровать Главы Чтобы не Складывалось Впечатление Что Какие-то Уроки Стоят На первом А какие-то На последнем Месте Какие-то Более важны Чем другие На самом деле Все уроки Равновелики По своей сути Все они Одинаково Важны Потому Вы можете Слушать Эту Аудиокнигу Начиная С любого Урока И усваивать Информацию В любой Последовательности Последовательность В которой Они даны В аудиокниге Ничего не Значит Вы можете Считать Каждый урок Первым В списке В земной Линейной Логике Так не бывает Но каждый И правда Первый Потому что У каждого Человека Свой урок И для каждого Его урок Первый И главный Уроки Главные И второстепенные Как отличить Рекомендация Не обязательная К исполнению Но способная Облегчить Вам Работу По Аудиокниге Для начала Просто Прослушайте Книгу И познакомьтесь С первой Частью Каждой Главы Где Перечислены Основные Признаки По которым Вы можете Определить Насколько Актуален Для вас Данный Урок Вы Почувствуете Как что-то Откликается В вас Сильнее Что-то Слабее Что-то Возможно Не откликается Вовсе Имейте Ввиду У каждого Человека Один Главный Урок Но Может быть Еще Несколько Второстепенных Информация Откликающаяся Сильнее Всего С большой Долей Вероятности Относится К вашему Главному Уроку В таком Случае Работу По Аудиокниге Желательно Начинать Именно С этой Главы Дальше Выбирайте Главы В порядке Убывания Интереса На первом Этапе Только Ваша Интуиция Подскажет Вам Какой Урок Является Для вас Главным А какие Уроки Второстепенные Главное Отличие Второстепенных Уроков От главного Для них Нехарактерно Устойчивая Энергетическая Конструкция Им Соответствуют Некоторые Энергетические Отпечатки Которые Могут Быть Устранены Или Нейтрализованы В течение Одного Воплощения Когда Вы Отрабатываете Второстепенный Урок Он Просто Уходит Из Вашей Жизни Связанные С ним Проблемы Больше Вас Не Беспокоят Устранив Энергетический Отпечаток Вы Завершаете Этот Урок Можно Сказать Так Как Только Вы Начинаете Получать Отличные Оценки Урок Считается Пройденным А вот Энергетическую Конструкцию С которой Связан Главный Урок Устранить Невозможно Это Означает Что Урок Будет Продолжаться Всю Жизнь И Даже Если Вы Получили Уже Сотню Отличных Оценок Он На этом Не Завершится Ведь В такой Ситуации Чем Больше Тренировок Тем Лучше Это Поможет Вам Стать Мастером Высочайшего Класса Вы научитесь Решать Самые Сложные Задачи Вы научитесь Находить Лучшее Решение В любой Ситуации И Извлекать Позитивные Возможности Из Неприятностей Вы научитесь Жить Успешно И Счастливо Вопреки Всем Препятствиям Повторим Для закрепления Материала Чтобы Вы Хорошо Это Запомнили Второстепенные Уроки Теряют Для вас Свою Актуальность Как Только Вы Начинаете Успешно Проходить Их Это Значит Связанные С ними Проблемы Исчезают Главный Урок Не Заканчивается Никогда На протяжении Воплощения Даже Если Вы Хорошо Решаете Свои Задачи Они Будут Вставать Перед Вами Снова И Снова Это Нужно Чтобы Вы Довели До Совершенства Навыки Их Решения И Стали Мастером С Большой Буквы Лучший Учитель Жизнь Деление Методики Отработки Урока На фазы А к примеру Не на ступени Или этапы Не случайно Фаза Понятие Нелинейное А скорее Многомерное Сменяя Друг друга Они Тем не менее Составляют Единое Целое Поэтому Вы можете Проходить Все три фазы Подряд А можете Вразнобой В случае С главным Уроком Это работа На всю жизнь В случае Со второстепенными Уроками Вы Через Какое-то Время Можете Решить Задачи И забыть О них Но и В этом Случае Не следует Торопиться Для Результата Понадобится Время Какие-то Результаты Обязательно Появятся Сразу Так Улучшится Ваше Настроение Вы Почувствуете Себя Более Энергичным Активным И позитивным Но Работа По Аудиокниге Это Только Лишь Подготовка Тренировка Настоящую Отработку Уроков Предложит Вам Жизнь Ведь Именно Она Лучший Учитель В вашей Жизни Начнут Складываться Ситуации В которых Вы сможете Проявить Свои Новые Навыки Не Отвергайте Эти Уроки Они Даны Для Вашего Блага И У вас Будут Необходимые Силы Чтобы Справиться С Ними Продолжение следует Продолжение следует...